Приветствую вас, я вам уже мои коллеги довольно-таки подробно написали то, что вам нужно делать, что и как нужно делать для того, чтобы решить свою проблему. Я же вам хотел бы предложить, наверное, что-то более конкретное для решения каждой из ваших проблем. Значит, во-первых, вы говорите, что у вас низкая самооценка. Значит, низкая самооценка – это неуверенность в себе и сомнение. Вот и для начала составьте список из того, какие у вас есть черты, из того, какие у вас есть качества. И разбейте эти качества на две большие группы. Первая группа качеств – это качества негативные, вторая группа качеств – это качества положительные. И, значит, поскольку негативных качеств будет больше, скорее всего, то, соответственно, вам необходимо будет эти негативные качества разбить на еще две подгруппы. Первая подгруппа будет называться у нас качество ситуационное, вторая подгруппа будет называться качество отрицательное. Отрицательные качества – это такие качества, которые всегда и везде во всем несут вам вред. Они в любом случае вам вредят. Эти качества вам нужно, как следует, оформлять, понять, какие они, чтобы увидеть, что вы можете с ними сделать. И, не подавляя их, потому что подавить свои качества негативные нельзя, это уже будете не вы, а кто-то другой. Не подавляя их, наметить в себе четкий план действий по купированию, то есть максимально возможному принижению вреда от данных качеств. То есть коррекция вашего поведения так, чтобы эти негативные качества, как можно меньше, проявлялись в вашей жизни. Тем не менее, эти отрицательные качества являются по сути дела вашими индивидуальными чертами. И надо сказать, что если бы у вас их не было, то уже вы бы уже не были бы с собой. И вот здесь я задам вам вопрос. А вы хотите быть собой? Вы хотите быть той, какая вы есть? Той, кто вы есть? Вот на этот вопрос вам и нужно ответить. Далее у нас с вами остались еще ситуационные качества. Если помните, ситуационные качества – это те качества, которые вам в одних ситуациях вредят, в других ситуациях наоборот не вступают пользу. Знаете, качества, так же как и за отрицательные качества, себя нужно любить, и понимаете, что именно эти ситуационные качества являются сердцевиной вашей индивидуальности. Это то, что делает вас уникальной. Это то, что делает вас особенной, неповторимой. И, соответственно, эти качества, так же как и отрицательные в целом, вам нужно принять, потому что это вы. В целом это вся вы. И, как и в случае с отрицательными качествами, вам нужно наметить план, чтобы в тех случаях, когда ситуационные качества вам вредят, наметить себе действия по оккупированию негативного эффекта от них. Это вот прямо уже и конкретный план того, что вы будете делать, того, как вы будете поступать. Это то, что касается низкости массы. То, что касается комплексов, то комплексы это, значит, ну, во-первых, невыраженные переживания и сформированные на их основании ложные понятия, ложные представления о тех или иных вещах. Комплексы это то, что несет нам общество с одной стороны и, то, что я сказал перед этим, с другой стороны. Так вот, вот эти две стороны нуждаются в проработке. Лучные понятия нужно заменять на истинные, переживания нужно выражать, значит, причинно-следственные связи, которые подкреплены эмоциональным состоянием разбивать путем, в частности, регрессии возрастной и таким образом избавляться от комплекса. Что касается стороны общества, то нужно понимать, почему общество навязывает вам такие комплексы, почему оно диктует вам определенное поведение, ну и в первую очередь понять, что общество защищает само себя. И что любое общество принадлежит своего члена вести себя так, как ему хочется, так, как ему выгодно. Выгодно обществу в первую очередь, а не вам. И исходя из этого, можно сделать вывод, что те комплексы, которые прививают вам общество, общество, это, в принципе, комплексы, в общем-то направлены на защиту общественного строя. В этом контексте я рекомендовал бы вам почитать книгу «Я умею прыгать через лужи». Там очень, довольно-таки, интересно описан механизм работы комплексов именно вот с этой стороны, со общественной. Далее. Негативные мысли пишите вы. Негативные мысли определяются негативными установками, которые вытекают из ваших представлений о мире, о жизни и о себе, которые, опять-таки, убираются в ценности возобнания собственной значимости. Собственная значимость – это соответствие вашего поведения, вашим ценностям, вашим убеждениям. То есть вот у вас есть какие-то ценности, у вас есть какие-то убеждения, у вас есть какие-то идеи, но вы не выстраиваете свое поведение, опираясь на это. Вы выстраиваете свое поведение, опираясь на что-то другое, и за это у вас появляются негативные мысли, потому что реальность, мир, ваша жизнь не соответствуют тому, чего вы хотите. Отсюда как раз и проблема. Поэтому для того, чтобы негативные мысли убрать, нужно в первую очередь осознать ваши ценности, потом осознать идеи, которые из этих ценностей проистекают, а далее работать над такими моментами, как форма выражения этих самых идей и ценностей, о которых я вам говорил. Далее, вы пишете про то, что если все осознаешь, работаешь с распространением того, в чем сомневаешься, в результате, а результатов нет. Такая апатия появляется, что, в общем, ко всему. Ну, во-первых, осознавать, значит, вносить вносить коррективы. Сознавать, значит, отдавать себе отсчет в том, что происходит. Если вы осознаете вносить коррективы, значит, либо у вас недостаточная мотивация для того, чтобы делать то, что нужно, либо вы работаете не над тем, опять же, что нужно. То есть я бы хотел, чтобы вы прям вот перечислили все то, что вы осознаете. Перечислили бы план своей деятельности, который вы осуществляете, чтобы все это поправить, чтобы все это устранить. И тогда можно будет подкорректировать то, что вы, ну, подкорректировать то, что вы делаете. Апатия, которая у вас возникает, последняя. Апатия. Состояние апатии возникает тогда, когда человек не видит результатов от своей деятельности. Это нормально. Нормально вы, как вам и сказали, ставите через все глобальные цели, и вам нужно разбивать их на отдельные задачи и иметь представление о том, можете ли вы эти задачи выполнять. У задач есть несколько атрибутов, то есть атрибут условий, атрибут требований, атрибут средств. И если эти требования вы не анализируете, если вы не пытаетесь привести их в единый, так сказать, массив, в единую форму, то, естественно, у вас есть большой риск, что ничего не получится. То есть здесь тоже нужно проанализировать то, что вы делаете, как вы работаете, и что вообще у вас происходит. Потому что если вы как раз выполняете вот эту работу именно как работу, причем как нелюбимую работу, ну, понятно, что у вас ничего не получается. потому что к работе нужно подходить немножко по-другому, к работе именно такой. Она в первую очередь должна принадлежать радость, она в первую очередь должна давать ощущение, что вы – это вы. Что вы занимаетесь тем, что вам важно. Что вы занимаетесь тем, что прямо вот ваше, настоящее, ваше, вот истина. А не то, что вы относитесь к этому как к рутине или как к обязательному заданию, которое нужно выполнять. Ну вот. Надеюсь, что мой ответ немножечко пролил свет на то, что вам нужно делать. Мой ответ немножечко реферистил, в какую сторону вам двигаться, чтобы решить ваши проблемы. Вот. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительно остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.